Образовательный проект «Информатика без розетки» реализуется с 2019 года. За пять лет он завоевал сердца более 10 тысяч дошкольников из всех регионов Беларуси. Одноименный конкурс, организованный Парком высоких технологий и Министерством образования Беларуси, направлен на развитие проекта «Поиск свежих идей и обмен опытом между преподавателями дошкольного образования». Сегодня у нас в проекте более 600 учреждений образования по республике и обучается по программе более 10,5 тысяч человек. Если посмотреть по областям, то Брестская область является одним из лидеров. И нам очень приятно, что то, что 2-3 года назад мы начинали делать с Институтом развития образования, он дает свои плоды. Активно приходят новые учреждения. Сегодня мы выходим уже на другой уровень, когда участники готовы делиться своими знаниями, что тоже очень важно. И вот этот конкурс – это одна из таких площадок, где лучшие, самые активные педагоги делятся своими знаниями с коллегами. Как только стартовал республиканский проект «Информатика без разведки» в Брестской области, он был активно подхвачен. И на сегодняшний день данный проект реализуется в 128 учреждениях образования, реализующих программы дошкольного образования. Дети с большим удовольствием посещают данные занятия. И самое главное, что они с радостью делятся потом дома, что интересное они приобрели на таких занятиях в детском саду. Конечно, век информационных технологий, цифровизации, вы знаете, даже страшно, наверное, упустить наших малышей, дав им просто в руки телефон и другие гаджеты. Поэтому очень важно именно на этапе с 5 до 7 лет, это уже научно доказано, начинать давать ребёнку определённые навыки алгоритмизации и логики. Поэтому данные занятия такую функцию выполняют. И я уверена, что наши малыши будут подготовлены к изучению школьной образовательной программы и к тому, что когда они действительно возьмут в руки определённые технические средства, они будут их грамотно использовать. Пятый юбилейный открытый конкурс «Информатика без розетки» включил в себя три номинации – «Золотой фонд», «Команда года» и «Постер проекта». Все работы должны включать в себя инновации в образовании дошколят, направленных на развитие логического мышления и формирование алгоритмических умений при использовании компьютера. Этот конкурс уже традиционный. В этом году он юбилейный, проводится в Бресте, финальный этап. Действительно, первоначально у всех возникал вопрос, что за странное название «Информатика без розетки» и вообще можно ли обучать основам информатики детей дошкольного возраста. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что это возможно. И отрадно, что в этом проекте у нас участвуют не только обычные детские сады, но и вовлечены дети с особенностями психофизического развития, которые очень успешно осваивают те же основы информатики. Нынешний юбилейный конкурс «Информатика без розетки» на сегодняшний день это не просто событие, это олимпиада нашего проекта «Информатика без розетки». В рамках конкурса было представлено огромное количество нестандартных, интересных работ, потому что отличительной особенностью именно нынешнего конкурса было две номинации, они были очень непростые, очень грандиозные, «Золотой фонд» и «Команда года», которые представляли собой квинтэстенцию всего практического опыта работы в проекте. Сегодня в Брестском властном центре молодежного творчества прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса. Все 27 финалистов получили приятные сюрпризы от спонсоров и диплома участника, а триумфаторы состязаний и инноваций в дошкольном образовании награждены ноутбуками, уными колонками и многофункциональными устройствами. Мы участвуем уже не первый год в конкурсе, есть призовое место, наш коллектив очень постарался, и мы разработали постер, который может использоваться в образовательном процессе, который называется «Пройдем эти путь вместе». «Мы в проекте участвуем уже не первый год, это наш третий конкурс. Мы уже в прошлом году становились также финалистами и заняли первое место также в одной из номинаций. Поэтому мы надеемся в этом году выступить не хуже, ну и, конечно же, этот толчок в развитии не только наших детей и педагогов, но и всего учреждения в целом». Ну а дальше праздничный концерт от творческих коллективов Центра молодежного творчества. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.